всем привет вы на канале наша жизнь в америке my life мы возвращаемся из колледжа раньше намеченного почему потому что у нас сегодня быстро закончились презентации ну они как бы все равно затянулись она вообще рассчитывала что каждый человек будет свою презентацию делать 2 ну максимум три минуты в общем когда начали свои презентации каждый начал выступать то в общем меня сложилось впечатление что я сегодня была на каком-то общем приеме как по группе психологической поддержки очень много людей браках одна девушка так подожди это было на предмете это там где мы делали сегодня мы будем только ним говорить не я про физрука скажу пацан вообще нормальный пацан так он сам взял и про физрука потом чел дэвел короче прихожу и к физруку и такая смотрю целый класс кроссовка носом и одни парни и я стою в дверях и думаю то ли я уже блин по путору в какую мне дверь заходить или чё случилось стою в дверях то ли кроссовки забыла дома да и мне голос из-за компьютера такой раздается заходите по не стесняйся и не бойся я сотри тренер сидит думаю ясно новых смысле я критер говорю вы знаете какой я красного он ведь мне это какой я говорю вон он стадик рита вы меня должны эти все боятся ну прошла села там осматриваюсь людей просто туча в этом красе на видном свою команду подтянул как я понимаю поучиться да ну и потом он такой встает а я сберешь что маленького роста и немножко все время на этом акцентрируешь ты ничего что маленький зато это типа и он такой стоит и говорит и прям чуть ли так не пальцем тыкает будет или ты и ты и я потом понимаю что он тыкает в тех людей кто был изначально просит этих 8 человек где-то я помню ваши лица какие были когда типа тренер сказал что он вас отдает мне это теперь я хочу горит запечатлеть ваши лица начинают на снимать да и ягод более крутой парень горит я убираю домашку я убираю в середине этот мид термоэкзамен да ну что я крутой типа мы типа да крутой все классно в общем вот так у нас сегодня там старался удивлять и развлекать весь как что не будет домашек не будет домашек и не будет в середине экзамен а кроссовка носа остались до конца класса и как я понимаю это наши новые красный добро пожаловать лишь не знаю что они подтянулись по его как бы наставлению или просто как-то собралась компания а ну потому я не единственная девочка сахара все-таки тоже берет этот класс нас две девочки пока как она будет опаздывать нет 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 она тебе бросила и перешла на этот все так что у нас две девочки и много много мальчиков да ну так рассмешу как ну типа кто тут крутой тренер немножко вот поведение такое да вот он ведет себя знаете как ю ю вот так на себе пальцами любит показать забавно а ну так к чему-то ворот к серьезным предметом в общем одна девочка так ракала доставлен какую-то цепочку в общем сдалека же как бы особо не видно ну понятно о чем речь она говорит что цепочка и досталась от бабушки бабушка недавно в общем она два раза делал презентацию потому что вот она не смогла закончить она настолько разведалась что вначале и пытались просто успокоить потом она ушла из кабинета с девочкой все настолько эмоциональные все настолько открытые я вообще честно и вот ну сережка 3 что я очень сомневалась по поводу своей проблемы стоит ли мне ее озвучивать хотя это очень большая часть моей жизни вот я тут сохраняя интригу говорю про это я думаю стоит ли показывать ну в общем я сделала такую как бутылочку с медициной где я написала что я и написала что мигрень это то что очень сильно контролирует мою жизнь потому что у меня мигрень в тяжелой форме потому что мой мой день начинается и заканчивается с очень большим количеством медицины потому что это очень часто emergency room потому что это примерно 17 а так каждый месяц потому что это капельницы ну слава богу прошлый месяц у нас был большой месяц и медицину ты принимаешь некоторые регулярно некоторую по необходимости да по необходимости потому что это это большие проблемы которые нас это не просто болит голова сильно болит голова в общем мы там все терялись каждый рассказывал раскрывался люди настолько раскрывались что я нет пусть ну в общем скажем так в беларуси я не сталкивалась нет с таким вот открытием души что ли да я еще больше скажу что мало того что я не сталкивалась тем что люди друг другу могут рассказывать такие вещи я не видела столько поддержки от людей которые проявляют действительно они сочувствия проявляют они проявляют интерес к твоей проблеме или к твоей радости это очень это очень приятно но обычно как-то получается что как-то такими вот вещами наверно никто не делится беларуси все но всяком случае у нас так был может у кого-то ну и что это был проект в котором нужно было пять вещей которые как тебя люди представляют что тебе знают твои окружающие люди и пять вещей внутрь ну и сайт короче пакет надо было сделать короче пакет или книжку дайте коробку все что хочешь в общем вот мой пакет почему я выбрала потому что они ну здесь написано что мы ее мечта много много лет я мечтала попасть в специальный магазин которых есть по моему только пять в мире но на тот момент когда я их узнала это вас вегас нью-йорк сингапур и я забыла вот где именно ммдмс магазин фирменные ммдмсовский магазин и в прошлом году моя мечта сбылась и я была в магазине я очень я очень люблю коронки это ммдмс это обо мне здесь я поместила солнышко потому что бабушка называет меня солнышко я солнышко для моей бабушке здесь я чувака чувака который говорит что для нее семья всегда на первом месте потому что действительно для меня семья на первом месте здесь две подружки которые борутают одна блондинка и у нее в голове очень много одежды а вторая ей говорит что слишком много одежды хорошо что так думают только моя сестра и мама они думают так серёжа потому что я фанат я фанат одежды потому что есть возможность покупать за недорого я я люблю одежду и скажем так в школе я не хватало когда-то тогда то маришка сейчас отрывается парня который говорит что она повар и здесь блюдо картинки какие-то так внутри значит я поместила наш сертификат о венчании потому что вы серёжей венчались я верю я верю в бога наша семья верит в бога и для нас это ну давай будем откровенны и скажем серёж мы сейчас говорим о вере в бога они о принадлежности какой-то религии да да так я же говорю давай объясним о том какая бывает вера я взял рамку как говорит лукашенко я православный это и нас подруг мы во первых католики во вторых ну ну в общем у каждого есть свой бог и каждый в него по-своему верит скажем я взяла нашу семейную рамку здесь дети еще совсем маленькие потому что я внутри это семья я да я все я распечатала бумажку я обожаю читать здесь несколько из моих так и что еще медицину я показывала и я не буду показывать их разворачивать но я взяла свои шорты до когда-нибудь мы об этом расскажем один раз начали не успели по этому видео не записалась но эти шорты узнают покажи я не хочу шорты все узнать мы не показывали просто показываю я взяла свои шорты которые меня наверное характеризует изнутри как сильного человека потому что я смогла изменить свою жизнь по собственному желанию по собственному ну я говорю было очень интересно настолько интересно что во первых очень креативно подошли к оформлению одна девушка сделала прямо настоящий из кордона домик на котором вот типа как вывески как жаль что нельзя фотографировать это почему-то но и сын классе мы фотографировали все что нам нравилось а здесь почему-то настолько политика этому что нельзя даже лекции там нельзя плод где-то нельзя но это учительница политика такая она прям домик сделала на которой типа как вывески распечатала что они думают другие внутри дома что у нее есть это так короче интересно некоторые люди буквально понимали значит что типа снаружи да я гуляю я там рыбачу у нас мальчик есть один я там в джиме а что у тебя внутри у меня говорит одна комната кухня другая ливенрум ну вот понимаешь как бы кто что может как пойду это очень просто мне очень понравилось я говорю что я не перестаю удивляться насколько откровенные вот люди насколько откровенны потому что ну открытый 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 потому что ну скажем я не буду говорить там за все страны ну за беларусь в основном все прячутся почему-то за какими-то ну фасадами да тебе никто никогда не скажет что у кого-то там были проблемы там в детстве с родителями или еще что-то все-таки стараются показаться мы тут такие со всех сторон успешные и у нас тут все прям как у зайчиков вот а здесь нет я считаю что ничего стыдного нету чтобы рассказать о своих проблемах ничего нету плохого если поделишься какой-то наболевшей ситуации в общем это просто мне очень нравится и да мне одна девочка говорила горит когда ты будешь уже брать спешил класса гайки будет гораздо интереснее чем на и сэл класс но это действительно интереснее чем учиться на это хорошо когда учиться интересно и прошу но по феминизму класс ну я все говорила что я поняла вопрос по одному я длясти у нас есть к десятому числу написать на три вопроса ответ я поняла его скажем по-своему и когда к ней подошла переточните я правильно понимают это вопрос она группе за меня нет как я вообще хотел чтобы мы обсудили тему гбт я думаю ясно я брю ладно я должна об этом подумать и пошла думать на долго ушла на сказал что на следующей неделе мы горит об этом будем больше обсуждать поэтому я немножко не волнуйся нетерпение следующий по крайней мере домашнюю переделать а на следующую физру нужно одеть что нибудь удобно вообще-то не физра что здорового образца нужно одеть что-нибудь что было комфортно потому что у нас еще и на йоге завернуты мы будем пробовать что-нибудь из йоги поэтому нужно одеться чтобы возьмите кто не хочет трогать вот такая маленькая учеба сегодня было бай бай и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok